здравствуйте друзья приветствую вас на своем канале сегодня хотела бы немножко поговорить с вами по поводу работы кем работают россияне здесь сербии где можно найти работу если вы не айтишник переключу вам на камеру на фронтальный вид чтобы вы посмотрели пока районы белграда так ребят кто в основном приезжает конечно приезжают те кто релацируется в первую очередь со своей компании компании привозят сюда российских разработчиков юристов специалистов по продажам все конечно которые установка говорящие кто работает с клиентской базой и разработчиков аналитиков очень все что связано с эти сферой продуктов также вот но кем же работают тем же работают россияне которые сюда переехали а также не только россияне кстати казахи белорусы тоже приезжают в общем русскоговорящие люди которые приезжают сюда самостоятельно без релокации своих работодателей покажу какой красивый дом нахожусь в районе врача есть такие новые красивые дома тоже можно арендовать квартира вот значит все что связано с любым ручным трудом если вы мастер какого-либо дела начиная от индустрии красоты и заканчивая до каким-либо мелким бытовым ремонтом ремонт квартир домов я уже принципе говорил об этом вот но кем можно устроиться не имея изначально до компании которого сюда привезла это просто открыть здесь компанию индивального предпринимателя который поможет вам компания поможет вам здесь получить внж вот я знаю что некоторые ребята кооперируются в такие группы бригады вот и занимаются ремонтом авторемонтом кстати очень очень популярно и востребовано сейчас еще раз покажу новые красивые дома вот рядом вот такое в принципе снимала посмотрите издалека вот такие красивые дома вот собираются значит очень ребята в такие бригады и занимаются каким-то делом ремонтом какими-то мастерскими если вы не таких дел мастер то тогда в общепите тоже можно устроиться но нужно ребята изучать язык язык конечно потому что без языка как вы будете общаться сербской компании в сербском кафе не знаю где угодно на доставке и так далее вот это когда вы едете его планируется конечно заранее изучаете почву где чего может какие-то друзья у вас уже сюда переехали и помогут вам с работой еще один красивый дом хотя я вам покажу вот поэтому вот кем можно устроить если вы что-то умеете делать руками реально с качеством любого труда такого ручного есть проблема вот я пока в районе врача сейчас посмотрите микробки субботний день вот столько машин на дорогах автобусы нужно кстати оплачивать проезд вот сейчас интересная у меня была беседа с мастером маникюра оксана привет если ты не будешь смотреть в общем рассказывает она мне что есть семьи которые возвращаются в россию которые здесь вышли из зоны комфорта то продукты не такие то люди не такие то страна не понравилось так продолжая тему по поводу семей которые возвращаются просто покажу вам пока час какие красивые уже новогодние витрины у нас здесь белграде очень красивые магазина так вот значит про семьи которые возвращаются сложно тем кто конечно тем кто сказать то так правильно кто не понимает какой ситуации оказался кто настолько прирос корнями к дому и и ко всему что не не терпит вот этих перемен конечно тому человеку очень сложно и семье и адаптироваться и давать самому себе время на то чтобы и язык выучить и к людям привыкнуть и к месту привыкнуть многое другое конечно здесь и и и природа и погода ну и все и что-то неприятное есть конечно свои минусы у каждого они свои кто-то просто скучает настолько сильно по дому по родным по близким вот что не выдерживает ну вот мне кажется любой стороне если ты уехал это всегда есть вот это вот тоска по дому по своему родному языку по всему она всегда есть но просто я думаю что каждый из нас должен понимать для чего он уехал почему он уехал и и сравнивать конечно всегда плане того что возможности свои будущие здесь конечно я считаю что очень большие возможности открывается для детей которые получают здесь образование идут дальше у них сейчас а огромный скачок в развитии потому что им приходится с одной стороны сложно а с другой стороны они научатся с этим справляться даже с изучением одновременно нескольких языков вот и с возможностью знаете как интегрироваться в любую среду и везде находить себе друзей и какие-то позитивные новые открывающиеся возможности для их жизни поэтому на мой взгляд это только плюс но и для нас как бы тоже увидеть новую страну другой уклад жизни научиться всегда у любой нации есть чему поучиться когда ты живешь здесь долго в любой стране не важно сербия любая другая страна то все равно что-то перенимаешь что-то позитивное что-то более эффективное для своей жизни что-то интересное поэтому не каждый чину к сожалению не каждому человеку это по нраву это понятно вот текущая сложная ситуация вообще отношения к россиянам здесь в россии а здесь сербии конечно для нас очень много позитивно потому что в целом относится очень позитивно к русским вот это вот такие перерабатывающие контейнеры куда можно скидывать мусор отдельно для переработки таком виде вот друзья много очень чатиков не буду их рекламировать телеграме все это можно найти фейсбуке все это можно найти всякие русские сербии там мама сербии дети родители в сербии очень любые возможные названия очень много и люди делятся своими своими историями как они проходили тот или иной квест по организации жизни здесь и врачами и контактами в общем всем все это есть поэтому комьюнити складывается большое интересное отдельная комьюнити уже бизнеса складывается стартапов вот на ребята новые приезжают которые сюда начинают это развивать все это очень интересно вот конечно люди должны быть в первую очередь открыты друг другу никакой ненависти каких-то там расовых распри и так далее иначе жизни не получится вот это такой небо вами на эту тему поделитесь своими мыслями если вы еще думаете переезжать не думайте переезжать ну вот я знаю что отдельно чем большой комьюнити в турции россиян вот они тоже там пытаются устроить свою жизнь там конечно теплее море там свои плюсы мой свои минусы там сложнее язык вот культура вот вера так далее поэтому там тоже свои особенности есть может когда-нибудь не повезет я сделаю тоже какой-то интерес интересный для вас сюжет по поводу сравнения жизни россиян в турции и сербии потому что если меня такие друзья которые и там сейчас живут и пытаются строить свою жизнь даже какой-то бизнес свой там на сегодня с вами прощаюсь ребята пишите свои комментарии по вопросам которые сейчас зазвучила пообщаемся с вами там всего хорошего пока